Сейчас, товарищи, я попрошу вас немного опустить ваши фото и видеокамеры, потому что то, что я вам покажу, время... ...аппараты, направим их, большие объективы вниз. Можно, конечно, писать, но, в общем, я покажу вот так. Это схема тех сооружений метро, рядом с которыми мы находимся. Вот наш объект, здесь выход на южную служебную ветку метрополитена. Если немного погулять, можно дойти до станции Павелецкая, Новокузнецкая, но, естественно, если бы выходы были открыты в данный момент, как я уже говорил, они все заблокированы, и выйти не удастся. Эта служебная ветка служит чисто для перегона поездов или рабочих смен монтеров по ночам. То есть она соединяет сразу и кольцевую ветку, и замоскворецкую, и оранжевую-серую. То есть на обычных картах она не рисуется. Ее даже нет возможности. Ну что, пойдем дальше. Самую интересную часть объекта. Не оттестован он очень старенький, в 80-х годов. Мы его используем только для поднятия или опускания тяжелых движений. Это самая большая проблема объекта, это грунтовые воды. За нами находятся водянистые и длинистые трубки замоскворецкие, и объект периодически протекает. А что с ним делать? Недавно вы прочистили дренажную систему, вода скапывается, но просто отходит на откачку. Это не проблема. Жень, каракет здесь. И в любом случае тут все относительно безопасно. А что идет по этим трубам сюда? Это вентиляция, а также вода техническая. Было на объекте раньше и отоплено, сейчас оно обучено. А сейчас кому-нибудь из силы попрошу открыть дверь, кто смелый. Дайте, я. И мне, и мне. По часовой сделан. Спасибо, спасибо. Ага, да, видео снимай. Давай. На все 16 камер. А, ну все. Ну давайте же. Когда-то такое движение могли сделать только избранные работники. И сейчас может любой. Не любой. Избранный человек. Который сюда пришел. Ну кто первый? Страшно. Я не могу. Все. Конечно, его было меньше. Когда сюда пришли, по узнанку было легкое рабочее освещение, сейчас. Открыли его в июле 2018-го. Он находился в футболе, в секрете. Это мы все еще вам поговорим. Первое помещение, которое нас встречает, сейчас самое не облагороженное и особо интересное не представляет. Это помещение насосное, из которого откачивают грунтовые воды. И так называемый туалет военного времени. В мирное время персонал им не пользовался, а расконсервировался он только во время вступления особого периода, с момента объявления войны. Кому интересно, туда можно прогуляться. Вот он, туалет военного времени. Что-то не похоже. Нет, это не туалет. А, это не туалет. Это не туалет. А, точно, вот он. Их пока нет. Это не туалет. Ясно. Ясно. Наверное, молодец. Это был... Где по-русски? Говорит, что у меня поразнялась. А там тоже небольшое техническое облучение. Так, можно? Так, я расстаюсь. Стань быстренько. Такой двухэтажный санитарный узел. Ну, когда вы посмотрите, то все спуститесь вниз, и мы продолжим. Так, по очереди. Продолжение следует... 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 Вот эти сделаны из чугуна. Можете представить, какая масса металла находится на этом объеме. А можно еще раз? Одна ячейка, это вот. Вот такая вставка, 6 клеточек. 6 клеточек. 690 килограмм. 690 килограмм. Это без бетона? Нет, это только метал. То есть без бетона. А бетон качивается просто снаружи полкнули к земле, да? Да, вставляйте машину вот в эту дырочку и прямо вон туда с усилием загоняет бетон. В сторону земли, да? Просто плотно к земле и все. Да, чтобы земля не примутрованная. Да, вон, давайте, не окислялся. А кто спрашивал про надпись? Вот, может, тот, что вы видите, шерковой? Не вижу. Да, 1949 год. Может, сейчас доберусь по праву. Да, вышел в 1909. Опа-на. Блок 1949 года. Это не значит, что объехал в 1949. Просто элемент находился долгое время на складах, затем обогрелись по сумме и использовали. Можно до сих пор встретить такие тюбинки с годом, допустим, 2017. Но, естественно, не здесь, но уже вновь открывшимся станциями в метро. А есть какие-то интересные истории про этот бункер? Там, не знаю, кто-то прятался, а из каких-нибудь про этих государственных чиновников? Нет, тут не было никаких государственных чиновников выше. Это было хранилище документации. Это настоящая, правдивая история объекта. Никакого Сталина здесь не было. Своими сополаганиями он тут не громыхал. Здесь не было его документа. Ой. Его кабинет, наверное. Даже хрущевый, даже брюшевый. Вот. Охлаждаться. Я точно не знаю. А, вот такой интерширительный бачок. Что у специальности? Пока объект хранится много тайн. Специалисты, к сожалению, не сохранилось по всем этим компликациям. Поэтому мы изучаем такой затонувший кармадок, который можно изучать на бесконечности. Мои старые, многие до сих пор сотрудники, которые находятся под подпиской, не имеют права рассказывать о подобных местах. Маграхируют самые такие догадки, которые для вас еще не понятны. То есть предназначение чего-то будет там. Но изначально главной тайной для нас была бы та комната, но к ней мы вернемся. Это была самая загадочная комната на объекте. Ладно, в общем, забегу вперед. Это комната кислородная. На объекте был предусмотрен третий режим вентиляции, то есть полной изоляции. Объект полностью отключался, соединялся от поверхности, закрывались все гири, перекрывались трубы. Наверху в климатическую установку, в дальнейшем сходе находятся дегенеративные патроны, которые поглощали выдыхаемый человеком углекислый газ. А из балонов, которые находились в этой комнате, объект Дона освещался кислородом, и тут постоянно была пригодная для дыхания воздушная смесь. Вот долго было непонятно, что же это за комната. Решение было простым. Тут стояли балоны с кислородом и баки с технической питьевой водой. Посмотрите, это была такая тайна номер один, когда мы только-только сюда спустились. Неизвестно, насколько человек и на какой срок планировалось вот этот режим полной автономии. Суммарно персонал объекта составлял 26 объектов, но работал он в две смены, дневную и вечернюю, по 12 человек в каждой. Большую часть времени они проводили здесь, внизу, обслуживали установки, климатические, электропитание, лифты и тому подобное. В общем, работы у них было немало. А наверх они поднимались только от дохода. Ответ на ваш вопрос. Тут было 12 человек и укрывалось статус. К документам уже приходили дипломаты, да, там ли кто-то сотрудниками, да? О чём я хотел с вами поговорить вот здесь, но на этой дне она, да, не будет. А потом, наверное, дай, что-то в ней. В общем, обычным сотрудникам этого объекта вход в это помещение будет запрещен. Тут стоял этот объект, она была всегда опечатана, находилась под сигнализацией. Если планировалось достать какой-то документ, то на объект приезжали специальные люди из МИДа, архивариусы. Они уже открывали двери, заходили, брали документацию и проводили с ней некие операции, о которых мы говорим чуть подальше. А сейчас попрошу пройти за мной. Уберегите голову и не отстаем, не разбегайте. Все? Все. Сейчас перед нами былое чудо советской инженерной мысли. Это огромная двухэтажная климатическая установка, которая здесь находится для того, чтобы поддерживать определенный температурно-влажностный режим, в котором бы находились постоянно документы. Эта машина поддерживала влажность до 65% на данный момент. Здесь влажность 95%, потому что она не работает. И температура около 17 градусов Цельсия. По сути, она представляет себя холодильник, который находится под нами, в котором влажный воздух охлаждался до температуры точки росы. Затем влага конденсировалась непосредственно тут. Вода выпадала в осадок и через дренажную систему удалялась с объекта. А сухой подогретый воздух поступал прямо в блоки с документацией. И так они могли долгое время храниться, не изливать, не прислевить и тому подобное. Это не обеспечение объекта, о котором я рассказывал чуть ниже. Тут стояли вот такие регенеративные патроны, внутри которых находится специальный поглотитель, и они поглощали углекислый газ. Ну а вместо углекислого газа в воздушную среду поступал кислород из кислорода, к которому мы с вами уже не по плану сходили. Дальше на объекте размещались вот такие вот интересные железные ящички. У вас, возможно, будет вопрос. А почему на них якорь? Ну что, в море или под водой? У них есть якорь. На самом деле... На подводных ходах. Вот, правильный ответ. Это РДУ. Гегенеративная двухъярусная установка. Точно такие же стоят на подводных лодках. Внутри этого ящичка находились специальные пластины из химического вещества. Вот так они вставлялись. Они мало того, чтобы поглощали выдыхаемый углекислый газ. Ну и за счет химической реакции выделяли кислород, при этом сильно нагреваясь. Из-за температурной конвекции воздух засасывался снизу, проходил наверх и распространялся по объекту. И если таких расставить много, то... Это же на случай нештатных ситуаций. Да, если обложить... В частной ситуации просто воздух закачивался сверху и это стоило просто в резерве. Да. По сути, это вот, о чем вы спрашивали, это вторая тайна, которую, к удивлению, мы нашли на чердаке Маск-сооружение, когда его открыли и увидели такие вот ящички. Кто-то хотел вытащить их отсюда, на место. Ну, нет, их просто вывезли, чтобы они не загромождали проходы. Скорее всего, так. Химичества у них уже давно нету, это просто каркасы. Мы их спустили сюда, чтобы показывать. Сколько времени здесь можно прожить в смене в полной изоляции? Без воздуха, воды? Я вам сказал один авторитетный человек, здесь можно было находиться до 15 суток. Я, конечно, не знаю, правда ли это, но с учетом того, что дежурная смена здесь была не такая уж и большая, то, в принципе, можно попытаться выжить 15 суток. Здесь имелись запасы воды, пищи, так что в случае подачи сигнала персонал мог спуститься, отделиться от всего мира и находиться в безопасности. Две тысячи шестов. Это, видимо, один из документов, который хранился в архиве, который решили вывозить. Это персоналу было скучно, поэтому они в свободное от работы время просвещались. Обнаружили. Кстати, многие книги здесь имеют при себе печать МИДа, то есть они взяли ее из МИДовской библиотеки, но и не вернули. Эта штука, это расходы метров, он показывает расход воздуха в метрах кубических в час. Сейчас он, скорее всего, нам врет. Обалдеть. Он, видимо, застыл в том положении, в котором... Но это функционирует сейчас система, да? Нет, эта система уже не функционирована. Когда мы пришли, она еще работала, но в целях безопасности она была обесточена. А также к нам на экскурсию пришли два таких серьезных взрослых человека, которые сказали, что в принципе знают, как работала эта система, то есть они имели опыт работы с ней в каком-то там тоже важном предприятии, но как-то мы потеряли их контакт, мы сейчас не можем найти. Будем очень признательны, если найдутся такие специалисты, и нам конкретно расскажут, что тут и ничего. Потому что установка была крайне сложной.